Всем привет! С вами снова Лакмус и это очередной эпизод по игре Kerbal Space Program. Сегодняшний эпизод будет не совсем обычным. Я постараюсь, скажем так, несколько увеличить масштаб. То есть наша космическая программа вступила в ту стадию, когда показывать все действия, особенно рутинные, я не вижу смысла. Поэтому мы сосредоточимся, скажем, на общей стратегии. Почему я начал вот отсюда? Здесь у нас, как мы знаем, база, которая наконец-то накопила необходимые ресурсы, в частности пищу, для того, чтобы мы могли какое-то время на нее не отвлекаться. Но показать мне хотелось бы не это. Вне записи я вывел на орбиту новый карболет. Практически аналогичный тому, что у нас был, был отправлен на дюну. Вот он, собственно говоря. Ну, отличие здесь небольшое в том, что я не использую больше вот этот вот атмосферный щит. Он оказалось не нужен. А в остальном практически все то же самое. Но здесь нет экипажа, поскольку вывел я его заранее, рассчитал уже, как видите, маневр для перелета к дюне. Вот он. Но, конечно, маневр придется пересчитывать. Потому что мы видим, что за то время, которое болтается корабль наш на орбите Кербина, конечно же, данные изменились. И сейчас, вне записи, я постараюсь закинуть кербаленка с помощью спейс-плана, чтобы поэкономить средства нашей космической программы. Ну, спейс-планы у меня, в общем-то, стандартные. Вы их все уже видели. Для тех, кто не видел, я еще раз покажу. Например, у нас есть вот такой вот интересный спейс-план с кучей, кучей, кучей интейков и двигателями ЛВ-909. Как ни странно. Это потому, что я вроде бы где-то видел задание на тестирование этих двигателей. Давайте-ка мы зайдем также в центр заданий. Может быть, там появилось что-то интересное. Да, вот. Тестирование. Спейс-даун. Я надеюсь, что это посадка все же. Так, ну и я это задание возьму. Пожалуй, возьму. И мы с вами встретимся уже на орбите, когда я долечу до кораблета. Итак, наш доблестный космонавт наконец-то подлетает к кораблету. Вырисовывается его очертание в темноте. К сожалению, это происходит на темной стороне, но... У нас есть лампочки на скафандре. Давайте найдем входной люк. На нашем корабле. А вот и он, собственно говоря. С удачной стороны я подлетел. Теперь главное не промахнуться. Есть контакт. Итак, у нас, в нашем кораблете, есть теперь пассажир. И ресурсов нам хватит в нем на 1320 дней. Что ж, давайте я рассчитаю заново маневр перелета к дюне. И мы увидимся уже где-то там на прожиге. Но сначала нам нужно закончить задание. Как и выяснил, Splash Down это посадка на воду. Задача довольно сложная. Я сейчас сел рядом с нашим космическим центром. И попытаюсь на воду заехать. Если это не получится, придется, наверное, грузиться. Подтормаживаем. Чтобы войти в воду на минимальной скорости. Иначе наш корабль, конечно же, разрушится. До воды еще изрядно ехать. Давайте ускорим время. Скорость нам позволяет, в принципе, немножко расслабиться. Вот мы приближаемся к воде. Подтормаживаем. Я такого раньше не делал, честно говоря. И даже не знал, что такие странные условия могут быть у задания сесть на воду. Зачем это нужно? Нашим доблестным космонавтам не ясно. Буквально на скорости 2-3 метра в секунду я планирую заехать. На эту воду нет. Отлично. Нам засчитали это задание. Да, и провести тест нужно. Нет, активировать нужно двигатель. Вот таким вот образом. Все. Задание защитено. К сожалению, вернуть этот аппарат можно только таким образом теперь. Итак, мы наконец-то дождались начала маневра. Мы видим, что 1000 метров в секунду нам нужно потратить. Но, как бы я ни старался, все-таки теряется у нас точка захвата, скажем так, гравитации. Дюны и придется подстраивать с помощью RCS нам наше положение. Двигатель довольно резво разгоняет. Мы видим, что идут какие-то странные колебания. Но это, скорее всего, за счет обилия док-портов. Я думаю, так. Я подключал все модули SAS. Давайте врубим еще RCS для нормальной стабилизации. Отлично. Маневр в целом выполнен. Сейчас он точно настроит. И мы будем с помощью RCS уже вносить корректировки. 2300 примерно у нас дельты осталось. Все, нормально. Да, есть у нас захват. Переапси 45. Миллионов. Это многовато, конечно же. Давайте будем смотреть, как нам его уменьшить. Сначала настроимся на ProGrade. Довольно далеко мы будем от Дюны. Я, конечно, все эти маневры проведу вне записи. Покажу вам уже результат. И вот, чего удалось мне достичь. 780 километров. Но я боюсь слишком уж как бы приближать к Апсис. Единственное, что, конечно, можно немного его выровнять по нормали. Наш, кстати, аппарат отлетел довольно далеко уже от Кербина. Сейчас я покажу, где он находится. И монопропилента осталось не так уж много. Поэтому я его экономлю. Так. Куда это он настраивается? Я думаю, что позже на подлете еще можно будет подкорректировать. А у нас, мы видим, приближается время маневра нашего модуля, который предназначен для посадки на Дюну. Давайте пока что ставим наш карболет в покое и посмотрим... Да, вот он себе летит. Посмотрим на наш вот этот вот модуль. Здесь у нас все гораздо лучше обстоит, на мой взгляд. мы можем выполнить очередной маневр, который, в общем-то, да, приведет нас к захвату тоже гравитации Дюны. Давайте его выполним. Ускоряется мы видим время. Точку эту я уберу. Нам она уже не нужна. И практически сразу у нас по плану следующий маневр через 3 недели примерно игрового времени. Итак, 975 метров в секунду нам нужно будет сжечь. Я напомню, что это за аппарат. Он сядет у нас на Дюну, будет добывать карбонит, перерабатывать его в топливо. Я надеюсь, что сядет, потому что вот этот вот гигантский парашют я не испытывал. Итак, точная настройка и пуск двигателей. Он беспилотный, как видите. Пошли двигатели. Давайте, наверное, ускорим время. Аппарат стабилен, поэтому можно довольно сильно ускоряться нам. Здесь тоже, конечно же, понадобится корректировка, поскольку рассчитан был маневр приблизительно. как-то так. Осталось еще у него 1300 метров в секунду. И все-таки захват будет. Скорее всего, будет. Но как-то ненадежно это происходит. Очень-очень ненадежно. Давайте-ка мы попробуем что-нибудь с этим сделать. корректировать. Вот таким вот образом. Ну, корректировать пока рано. Вырубим все лишнее. Так, и сразу же переключаемся на следующий. Следующий наш аппарат, который у нас... где он? Давайте через космический центр. Заодно посмотрим, может быть, какое-нибудь задание. Там можно будет взять... Нет, новых заданий нам не предлагают. К сожалению. Да, корабль этот у нас еще на орбите Кермина. Где он? Где он? Где он? Где он? Вот он. Это заготовка будущей базы на орбите Евы. Да, вот так у нас все сразу по двум направлениям происходит. Развивается наша космическая программа. Вот такой вот. Я его показывал. Просто напомню для тех, кто, может быть, не в курсе. Так, он у нас должен выйти на новый курс и встретиться с Евой. Маневр рассчитан тоже довольно приблизительно. Я думаю, что его можно рассчитать заново. Вот у нас проходит захват, но меня такой не устраивает. Тут вот можно несколько раз вот так потыкать и получаются разные результаты. Тысяча примерно метров в секунду. Я думаю, что мы можем позволить себе такой маневр. Это убираем, это уже не нужно. и заказываем выполнение. Аппарат этот довольно неповоротливый. Плюс маневр рассчитан приблизительно, поэтому сейчас его начнет, наверное, колбасить. но при ускорении времени да, точка стабилизируется. К сожалению, здесь слишком скорить время не получится, и нужно будет меня ждать, поэтому я пока что отключаюсь. Немножко я опоздал здесь со временем, и маневр почему-то рассчитывается очень-очень странным образом, но лучшего результата я не смог добиться. Я надеюсь, что подкорректируюсь здесь в процессе. И все-таки мы выведем эту штуковину на орбиту Евы. И, в общем-то, да, немного нужно топливо так. Только странным образом ведет себя наша конструкция. все я смогу сразу включить я забыл, что у меня аппарат такой сомнительный стабильности. Так, заканчивает он маневр. Остались какие-то десятые доли дельты. Монопропелент в принципе есть. маневр закончен. Давайте посмотрим, может быть, возможно, будет перелить топливо и отстегнуть уже лишние баки. Так. вот так. Соснам не нужен в принципе сейчас пока что. Все. Здесь немножко осталось топливо, нам это ничего не дает. Давайте отстегиваем баки. стабилизируем немножко наш аппарат пространства, баки ушли. вот таким вот образом. ну все, баки можно сказать ушли. Теперь давайте смотреть, что у нас получилось и как мы сможем повлиять на эту траекторию. Не очень сильно мы можем повлиять, к сожалению. Здесь нужно выравнивать плоскости, конечно же. да, не в ту сторону начал крутить. Да, если мы выравниваем плоскость, то как раз происходит захват. Давайте-ка настроим поточнее. так. Да, но это чересчур, чересчур. Нам так близко не нужно. Смотрите-ка, очень неплохо получается. Единственное, что я не учел направление вращения планеты. Куда она вращается? проверим. В принципе, мы будем вращаться в ту же сторону. 335 метров в секунду потребуется на этот маневр. Пожалуй, я сделаю новую точку здесь. это через 65 дней. Давайте посмотрим теперь, что мы можем сделать вот здесь. Нет, здесь мы все сделали. Вот здесь у нас так не то. Это не то. не то. А, да, смотрите-ка, наш вот этот радар, он очень скоро уже встретится с дюнной, но не это я хотел. Вот это вот. Посмотрим, проконтролируем наш карбонитовый модуль. в принципе нормально. Все вроде бы нормально. Все летит своим чередом. Так. здесь тоже все вмешивается Ike. Давайте попробуем немного подкорректировать. Опять-таки с помощью RCS RCS таким вот образом Ike вмешивается сильно, поэтому нам нужно как-то миновать его. Что-то совсем не получается миновать. Ну вот таким образом. Хотя конечно я рассчитывал на атмосферное торможение этим аппаратом. Дельты у нас не хватит на обычное торможение. Скорее всего. разве что вот так вот мы пролетим. Ну нет, смотрите-ка какой мерзкий мерзкий Ike. Придется нам выходить на неправильную траекторию, на полярную. Вот так. Тогда их не сможет нам помешать. Возможно мы сможем провести коррекцию уже на подлете. Так, здесь очень важно следить за тем, чтобы уровень отходов был на нуле, поэтому их нужно регулярно сливать, поскольку аппарат у нас теперь пилотируемый и наш космонавт может задохнуться и погрязнуть в нечастотах. Вот. Слили и еще раз нужно нам посмотреть как выходит наш этот радар. 20 дней осталось. Какова его траектория? Ну, он замечательно выходит на полярную орбиту. Давайте поставим новую точку. вот здесь вот условный маневр, чтобы нам можно было поставить будильник. Так, это будет через 20 дней. И я хочу все-таки переключившись на наш карболет вот он промотать это время. Опять-таки следя за ресурсами очень не хочется потерять нашего космонавта. снова я задам здесь dump. Почему-то вот не запоминает эти настройки игра. Ну, и мы встретимся с вами уже, когда радар будет готов скажем так к торможению. Ну, и, наконец, первая из серии наших аппаратов приближается к дюне. Это радар. я уже рассчитал маневр выхода на орбиту. К сожалению, пока не такой, какой нужно, но хотя бы, чтобы у нас была какая-то орбита, чтобы в последующем нам уже подкорректировать в процессе. Потому что здесь у нас получается 2150 метров в секунду, а ТВР нашего аппарата хоть увеличился до 0.92, но все-таки он меньше единицы. и времени на этот маневр потребуется изрядно. Поэтому я вот так решил. Давайте выполним этот маневр. Я, конечно, весь процесс не буду показывать здесь довольно долго, но вот подлёт довольно интересен. также я задал несколько манёвров там на коррекцию траектории других наших аппаратов. Эти манёвры я выполнил наверное вне записи, чтобы не тратить ваше время на рутинные действия, как я обещал. Ну и видимо начался уже прожиг. а вот он только-только начался. 13 минут друзья. Конечно же мы встретимся с вами уже даже не знаю. Сейчас вот я просто покажу, что у меня здесь запланировано ещё несколько манёвров буквально там на небольшие импульсы. И скорее всего мы встретимся после них, когда что-то будет происходить интересно. Небольшой промежуточный результат я хотел бы показать наш радар который выходит на орбиту дюны. Я сменил наклонение орбиты, теперь мы идём по терминатору. Да. И вот он наконец-то завершает формирование самой орбиты, циркулизацию. Надо сказать, что топлива у нас осталось не очень много, но дельта у нас изрядная и ТВР растёт по мере скажем так уменьшения количества этого самого топлива. Вот она наша дюна. Мы как бы сказать с южного полюса сейчас подлетаем. Ну и чуть позже я покажу чего мне удалось достичь в формировании траектории других кораблей. Вот к примеру наш модуль карбонит, который отправляется на дюну. Траектория была вот такая, а будет я надеюсь вот такая. Путём несложных и дешёвых планетопливом манипуляций мы получаем новую траекторию. Давайте быстренько пройдёмся по другим нашим аппаратам. В частности вот у нас осталось два по сути. Здесь я сделаю такую точку скажем манёвр чтобы нам не пропустить момент входа в зону действия гравитации дюны. Так только вот надо как-то это сделать так чтобы не даёт зараза поставить манёвр скажем вот такой вот то есть примерно через ну-ка проверим да примерно через 135 дней давайте сохранимся потому что при переключении у меня игра выдаёт ошибку это значительно осложняет всё дело давайте переключимся на вот этот вот корабль и посмотрим какую траекторию мы получаем в результате всех моих действий вот у нас дюна мы уже рядом в принципе и получаем вот такую траекторию здесь конечно он цепляет атмосферу но я надеюсь мы подкорректируем нашу траекторию вот там и я попытаюсь настроить именно атмосферное торможение потому что дельта у нас осталось всего ничего а нам ещё нужно формировать здесь правильную орбиту затем смотрим на наш кораболет где он вон он тоже он уже приближается к дюне давайте посмотрим на его траекторию тоже относительно правильная у нас будет наша траектория до входа в зону действия гравитации Евы у нас примерно 28 дней и нам эти 28 дней нужно потратить на выработку пищи на нашей лунной базе и встретимся мы уже когда я более-менее решу что делать нам вот здесь и так заготовка для нашей будущей базы на Еве вошла в зону действия гравитации этой замечательной планеты я рассчитал уже маневр торможения в периапсисе на 333 метра в секунду конечно орбита будет не круглая но условия дефицита топлива я пожалуй сначала сделаю так а потом через атмосферу мы будем дотормаживать и циркулизировать нашу орбиту уже наверное вне записи но давайте выполним этот маневр таки включим RCS и до кстати говоря следующего вхождения в зону действия гравитации дюны нашего кораблета у нас есть 20 дней ресурсы на нашей лунной базе имеются в наличии поэтому можем немножко расслабиться а до периапсис у нас 2 дня соответственно так где где наша Ева я не вижу возможно она просто очень далеко еще смотрим так и мы уже должны ее наблюдать вот она к сожалению маневр будет на ночной стороне не решился я делать атмосферное торможение в самом начале решил все-таки пожертвовать топливом просто потому что опасаюсь я потерять наш корабль так но худо-бедно мы все-таки получили траекторию некую периапсис у нас теперь 108 а граница атмосферы насколько я помню 90 соответственно нам нужно рассчитать или прикинуть маневр атмосферного торможения давайте вот здесь поставим следующий маневр и немножко подтормозим так подтормозим я сказал я думаю что не будем мы слишком уж заходить в атмосферу скорость наша кстати говоря у периапсиса больше 4000 метров в секунду это значительно так ну и периапсис у нас 75 пожалуй давайте вот так сделаем с помощью мехджеба сменить периапсис на 70 давайте на 80 следующем поапсисе отлично и мы получаем вот такой вот вот такую новую траекторию давайте выполним этот маневр тут смешное количество топлива посмотрим сможем ли мы реально использовать атмосферу для торможения циркулизации орбиты да к сожалению монопропеллент у нас половина еще не очень много так подтормаживаем да и надо будет наверное уже переключиться нам скоро на карболет наш потому что он тоже требует внимания кстати говоря там что там с ресурсами но есть пока есть ресурсы отлично ага все-таки не точно маневр наш не точен оказался поэтому давайте-ка мы его подкорректируем все-таки 73 70 ужасен ужасен у нас колеблется периапсис нужно немножко немножко больше все-таки до 80 давайте дотянем вот там даже 81 сохранимся и попробуем так еще 4 дня до периапсиса так и давайте осмотреть кстати неплохой вид открывается пожалуй даже сделаю скриншотик давайте смотреть как будет проходить наше торможение только вот хотелось бы конечно двигателем вперед входить еще придется пожертвовать немного монопропилом наше благое дело так так разворачиваемся и ускорим ускорим время очень важный маневр поэтому я трачу на него драгоценное время нашего ролика который наверное затянется да больше 90 километров даже у нас атмосфера смотрим за температурой пока что все в пределах нормы температура наша в общем-то вот мы приближаемся к периапсису температура к 200 градусам приближается это в общем-то терпимо все периапсис мы миновали 200 градусов я думаю что мы таким вот образом будем тормозить и дальше на 80 километрах это безопасно я выяснил но сейчас нашего внимания требует будет требовать карболет и мы встретимся уже наверное на нем наш карболет вошел в зону действия гравитации дюны и первым делом я пожалуй попытаюсь отправить рапорт но здесь мы уже все знаем я уже рассчитал маневр циркулизации 500 почти 600 метров в секунду но придется пожертвовать этим топливом потому что у нас идет здесь учет ресурсов я напоминаю что полет у нас пилотируемый ну давайте выполним этот маневр уже расчетный период у нас около 100 километров это много и потребуется наверное коррекция но уже чуть позже миджек навелся на точку маневра и мы приближаемся к дюне снова я также провел маневр смены наклонения и мы будем на правильной орбите теперь заранее то есть провел этот маневр к сожалению этот досадный глюк так и преследует меня здесь я тоже не решился входить в атмосферу проводить атмосферное торможение потому что не уверен что наш корабль выдержит его особенно вот эти вот контейнеры с ресурсами жизнеобеспечения по прежнему его немножко колбасит но в принципе приемлемо тоже кстати неплохой кадр так ну мы циркулизировали свою орбиту в общем-то теперь нам нужно включить карту поскольку наш радар здесь работает довольно давно мы имеем карту высот дюны вот так вот так вот она выглядит давайте подождем пока она прогрузится все-таки я вижу ее в общем-то первый раз как и вы многие из вас наверное и мы видим что имеются на дюне каньоны вот каньон вот каньон но конечно сесть в каньон мы не сможем несмотря на то что здесь вот интересные есть штуки аномалии я думаю что садиться и это я как бы меня надумил один из стримов тоже по ксп садиться нужно туда где минимальная высота это примерно вот здесь вот сюда либо сюда как раз кстати говоря у нас очень скоро очень скоро мы приблизимся к одной из таких ну вот например каньон вот сюда было бы неплохо сесть но я вижу что мы пролетаем пролетаем серьезно давайте попробуем успеть зафиксируем наш так вот сюда пересадим нашего космонавта также я перекачаю ресурсы посмотрим что у нас здесь так да вот сюда нам нужно все срочно перекачать так балансировку я проведу уже позже так и вот так такая вот рутина в общем-то с топливом у нас все в порядке здесь и пожалуй можно отстыковываться так так да отошел вырубаем вырубаем RCS и отдаляемся замечательно вырубаем RCS переключаемся на наш карболет пожалуй я все-таки поменяю ориентацию камеры давайте посмотрим где у нас включается двигатель так это не то так вот у нас основной карбонитовый двигатель я какой-то импульс странный дал да и нам нужно собственно говоря нет пожалуй на этом витке мы не успеем не успеем нам нужно рассчитать маневр таким образом чтобы подтормозить вот здесь и войти да вот таким вот образом в атмосферу атмосфера здесь жидкая очень жидкая мы это помним пока что точка посадки у нас вырисовывается нам нужно от нее избавиться я думаю так что-то не то что-то не то плохо то что мы не очень попадаем как бы туда куда нужно вот здесь вот еще низменность такая небольшая можно попробовать сюда сесть давайте сориентируемся на ретро грейд о чем а у нас выключен сас кстати говоря друзья нужно задействовать модули сас оба пожалуй настраиваемся на ретро грейд странно странно действует вот теперь нормально и смотрим давайте сохранимся посмотрим что будет если мы немножко немножко подтормозим так слишком резко входить не будем смотрим за периапсисом вот так у нас появилась точка посадки она не там где мне нужно но конечно мы сейчас не угадаем поэтому мы все-таки еще немного ускоримся чтобы избавиться от этой точки но нам не нужно вот так вот так будем входить отлично тоже потребуется скорее всего несколько витков так но здесь нам нужно вот так вот сделать думаю что вот под таким углом лучше всего топливо у нас еще изрядно оно нам не то чтобы сильно понадобится но давайте посмотрим что получится опять на ночной стороне если не ошибаюсь 50 километров высота атмосферы скорость у нас орбитальная довольно низкая мы изрядно притормозили нам нужно ее абсолютно скажем так полностью убрать вот мы вошли в атмосферу давайте смотреть торможение особо здесь быть не должно по идее мы в самом самом верхнем слое температура не растет но торможение происходит довольно вяло давайте я пока отключусь и уже включу запись когда будет происходить что-то интересное и так путем нехитрых маневров я получил следующую траекторию мы сейчас на высоте находимся 32 километра переапсис у нас упал до 3 километров и ориентировочная зона посадки у нас как раз вот в низинке находится я на самом деле не думаю что мы точно туда попадем это очень приблизительно но скорость наша 900 метров в секунду падать мы не планируем уже работает атмосферный двигатель я уменьшил его мощность в два раза это оправданно оказалось работают у нас интейки здесь вот выбирается ресурс который они как бы по идее должны захватывать но карбонита к сожалению он почему-то не показывает хотя привезли с кермина здесь был установлен ресурс карбонит возможно здесь просто его нет но я не знаю не разобрался толком так мы в общем-то снижаемся нет набираем высоту это не очень хорошо и ну а папсис у нас на 38 километров давайте я уже включусь когда мы будем снижаться высота 32 километра уменьшается а скорость все еще 900 километров 900 метров в секунду и растет почему-то давайте попробуем потормозить с помощью плоскостей наших крыльев вот вот теперь мы начинаем потихоньку тормозить и все равно скорость растет то есть мы падаем друзья я думаю что раньше второго слоя атмосферы торможения никакого не будет подождем все равно скорость растет что ж ты будешь делать так мы и завалимся единственное я конечно рассчитываю на то что нам удастся поддерживать высоту двигателем скорость растет друзья я не знаю как как это объяснить но мы как раз находимся уже на подлете к необходимой нам впадине скажем так видимо придется нам ждать торможение вот в этом слое это значит нам придется кружить как-то или пытаться кружить даже не знаю давайте-ка попробуем развернуться и подтормозить двигателем смотрим на траекторию но она меняется конечно но не знаю даже давайте будем заходить вот так вот на посадку немножко бачком скорость упала конечно но недостаточно приближаемся мы ко второму слою скорость сейчас падает то есть мы подтормаживаем ну или второму слою снизу или третьему сверху я так понимаю что он на 15 километрах будет а то и меньше к сожалению мы залетаем на ночную сторону это не очень хорошо и нам придется разворачиваться уже в процессе и гасить скорость скажем так на развороте я пробовал такое делать на кербине это довольно эффективный маневр но вот получится ли у меня здесь не факт скорость начинает уменьшаться друзья теперь нам нужно поддерживать высоту для этого уже можно ручное управление использовать наши крылья по прямому назначению довольно таки резво мы падаем пожалуй здесь стоит помочь двигателям слегка слегка помочь вот таким вот образом да чтобы нам примерно в аппо апсисе быть и сейчас придется как-то мне производить маневр разворота сумасшедший маневр не уверен что у меня получится здесь хоть мы во втором слое но он тоже очень неплотный мы по-прежнему падаем придется включать двигатель и разворачиваться разворачиваться потому что мы иначе просто вылетим опять вылетим в общем из этой низинки и не сможем потормозить не сказал чтобы это было очень уж эффективно мой этот разворот продолжаем терять высоту вот этого бы уже не хотелось сейчас сейчас этого уже не хочется добавить мощности что ли слегка нашему двигателю да разворот пошел пошел разворот у нас на пути гора кстати говоря то мы поворачиваем пока что все идет более-менее по плану скорость у нас хотя и набирается но я надеюсь что мы будем тормозить уже когда развернемся все еще мы во втором слое снизу а разворот в общем-то проходит неплохо то есть пол планеты нужно пролететь чтобы просто развернуть корабль как раз гора у нас на пути высота примерно на одном уровне это радует а вот скорость скорость падает кстати говоря но это так и должно быть худо-бедно скорость мы гасим и корабль разворачиваем высота пошла падать это плохо пока что это плохо уже пролетел я конечно низинку эту и реальная высота наша 3 километра всего лишь надо набирать немножко высоту здесь а то мы можем опять встретиться внезапно с поверхностью с поверхностью разворот проходит не то чтобы по плану но скорость мы гасим тем не менее это радует и мы уже пролетели значительно нашу низинку скорость мы приподняли на полкилометра высоту вернее продолжаем разворот наверное я включусь уже когда буду опять подлетать к низине и будет какое-то интересное действие разворот в общем-то закончен и я пытаюсь перелететь вот здесь вот горку чтобы выйти на низину нашу скорость уже 180 и падает но падает вместе с тем и высота и быстрее чем мне бы хотелось мощность двигателя я вывел на максимум и даже пришлось сразу включать вот эти двигатели чтобы не упасть потому что атмосфера абсолютно не держит абсолютно вот мы начинаем уже падать приходится врубать опять двигатель чтобы поддерживать высоту чтобы наш корабль собственно говоря летел вот таким образом это выглядит не совсем то что я задумывал я планировал садиться конечно без использования двигателей но не хватает мне скилла к сожалению сильно не хватает до низинки наши еще пилить и пилить на самом деле в принципе скорость мы могли бы гасить и здесь вот так вот работая аккуратно двигателем но места здесь неровные мне бы не хотелось здесь совершать посадку это будет означать неудачу скорее всего реальная наша высота уже 2 километра сейчас она падает но это потому что я я падаю собственно нужно включать двигатель крылья не держат даже находясь в первом самом густом слое да вот 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 я забыл включить его собственно и мы уже реально падаем друзья прям падаем все-таки двигатель помогает и мы находимся сейчас в первом самом густом слой как я уже сказал атмосферы и вот об него мы тормозим уже конкретно 160 уже метров в секунду наша скорость и она уже в принципе в принципе похоже на посадочное конечно на 150 метров в секунду я и на кербине не стал бы садиться не говоря уже дюне но потихонечку уменьшая скорость мы все-таки сможем совершить посадку скорость уменьшая высоту поддерживаем вот таким вот образом все-таки двигатель нам еще пригодится полкилометра наша высота скорость падает потихонечку падает чуть позже увидимся к сожалению друзья все чего удалось мне достичь это вот такого вот полета на хвосте с помощью мехджеба с помощью транслитрона нашего скорость снизилась до 60 метров в секунду постепенно снижается высота и есть надежда все-таки на посадку призрачная довольно-таки надежда но она есть мы приближаемся к такой возвышенности высота падает довольно резко и пожалуй этим можно воспользоваться 50 метров в секунду наша скорость пока выключим начинаем резко терять высоту нет хотя друзья смотрите мы лишились двигателя атмосферного но в принципе посадку мы совершили выжил у нас космонавт и возможно мы сможем на этих двигателях 1100 метров в секунду у них запас дельты на них сможем выйти на орбиту я думаю что это тоже неплохой результат который стоит зафиксировать отправив данные и выполнив тем самым наконец-то наше задание получив денежки за него замечательно тут у меня еще подвисло задание с данными с Евы но оно подождет давайте уже как-то тормозить потихоньку к сожалению посадка прошла с переменным успехом скажем не совсем то что я задумал да нужно уже тормозить потому что мы приближаемся к склону все остановился и кстати говоря мы можем пополнить запас нашего карбонита повысив таким образом дельту значительно так что у нас карбонит не добывается по-моему ни хрена а почему возможно потому что его здесь в принципе нет да вот там есть карбонит а здесь похоже его и не было ладно туда наверное мы не сможем отправиться если только разогнавшись и по поверхности вторую посадку я наверное не смогу здесь произвести и рисковать наверное не буду поэтому сейчас давайте выйдем нашим кербаленком отправим очередной рапорт так соберем пробы грунта 240 поинтов и кстати говоря есть наверное задание поставить флаг на дюне давайте его возьмем сразу выполним что-то долго очень долго грузится так задание цем флаг на еве нет ну вот есть отправить данные с орбиты вокруг дюны возьмем это задание флага на дюне к сожалению мы такого задания нет но ничего страшного давайте выберем нашего подмора кермана долго грузится кстати говоря я вроде не сохранялся нужно срочно сохраниться кстати и картинку тоже неплохо бы сохранить вот таким вот образом поставив флаг сначала флаг конечно же дюна флаг несмотря на имя нашего кербаленка все-таки миссия проходит более-менее успешно картинку так репорт мы больше отправить не сможем потому что у нас уже есть один репорт но я так знаю с поверхности они отличаются поэтому мы сейчас быстренько выложим все свои данные сюда и сразу же отправим еще один репорт EVA на 64 поинта отлично серия и так затянулась поэтому я наверное на сегодня буду закругляться сейчас отправим что можно а без потерь вот и продолжим мы уже наверное в следующем эпизоде наверное к EVA будем уже более пристально присматриваться возврат я думаю здесь я конечно его покажу но я думаю что он не вызовет особых проблем на сегодня пожалуй на этом все с вами был Лакмус всем спасибо за внимание всем пока